Привет, субботы! Давайте сначала определимся с вами, что есть истинная любовь. Она постарается себя чувствовать, когда человек хочет сделать другого человека счастливым. И пригладает для этого все усилия и всю свою энергию. Если вы это делаете, если вашей целью в отношении смещенной смещенной является его счастье, то вы любите его истину. И дети в данном случае являются не то чтобы не важным, они являются как бы второстепенным, потому что иногда отношения вы строите с мужчиной, а не с детьми. И если мужчина хочет, допустим, детей от вас, то ему необходимо учитывать ваши желания, ему необходимо учитывать вашу готовность. То есть, вы не обязаны жертвовать своими интересами, своими ценностями, своей неготовностью иметь детей ради других мужчин. Вы можете любить его истину, вы можете любить его беззаветно, вы можете любить его сколь угодно сильно, но дети это то, что касается вас. И только вам, как матери, решат, когда их рожать. Соответственно, мужчина, не принимающий свою женщину без каких-либо условий, не любит ее искренне, не любит ее искренне. И если вы свой вопрос задаете в контексте того, что мужчина ставит под сомнение вашу любовь при нежелании иметь детей, то ответ однозначно. Истинная любовь для детей возможна. Но мужчине не нужны детям, потому что он это хочет. И вопрос заключается в том, что если он ставит под сомнение ваше чувство к нему, то есть говорит, что вы его не любите истинно, и для того, что не хотите детей, то этот момент показатель, потому что человек таким образом показывает, что его любовь условно-условно любви не бывает. это значит к вам, как минимум, он чувствует не то, что вы чувствуете к нему, а увязывать детей, как обязательное условие для любви, это не показатель, это показатель, скорее, желание достигнуть определенных, определенных достижений в жизни, вот это да. А изначально чувствовал все-таки к конкретному человеку. И поэтому сама по себе любовь не имеет никакого отношения к детям. Надеюсь, я помог вам, если многие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.